Приветствую вас! Давайте мы сначала пройдемся по вашему тексту сообщения, а потом я дам несколько комментариев по вашему вопросу. Итак, пишите вы о том, что после свадьбы вы начали сразу ругаться. 6 лет назад. Далее вы пишите, что это нормально, все ругаются. Ну, а вы знаете как? Ругань, как свидетельство о притирании двоих людей, да, то есть процесс обучения, принятия другого человека, процесс адаптации к жизни другим человеком, вот в этом контексте ругань воспринимается, да, действительно, ну, действительно, в общем-то, логично. В этом контексте ругань действительно воспринимается правильно. Но понимаете, в чем дело? Ругань не имеет смысла. Ругань абсолютно деструктивна. Тогда и в том случае, если человек, ну, любой человек, неважно в данном случае, там, кто и как и так далее, условно говоря, ничего не выносит из конфликта. То есть, что это значит? И, желательно, давайте попробуем это прояснить. Ссоры могут быть. Ссоры, действительно, это нормально. Ссоры, действительно, это, ну, не то чтобы прям что-то такое положительное, но ссоры, это, как бы сказать, неотъемлемая часть человеческой жизни. И здесь, пожалуй, действительно можно говорить о том, что это нормально. Но только при условии, если люди воспринимают эту ссору как что-то аномальное и выносят каждый что-то для себя из нее. То есть, благодаря ссоре человек становится, ну, грубо говоря, там, богаче, грубо говоря, там, как-то понимает какие-то вещи лучших, да, и так далее. То есть, если вот такая ситуация есть, то тогда да. Ссоры тогда это все-то нормальное, безусловно. Но если этого нет, и если, условно говоря, люди ничего не выносят из своих ссор, то тогда ссоры не представляет с чем-то нормальным. Потому что конфликт не разрешается. Конфликт остается таким же. И это просто из раз в раз происходит одно и то же. Понимаете? С чем-то не согласны вы. С чем-то не согласен ваш муж, например. И, собственно говоря, как это может быть нормальным в данном случае, мне лично понятно не очень. Это в том, что касается ссор. Далее вы пишите такую вещь, значит, первогременность и роды. Очень интересный момент вы написали, значит, признавая тот факт, что у вас с вашим супругом проблемы, признавая, что у вас с вашим мужем не все гладко и так далее, вы тем не менее заводите ребенка, тем не менее вы беременеете и рожаете. Интересно очень в данном случае понять, узнать даже не то, о чем вы думали. Интересно было бы понять, какое значение вы вкладывали в своего ребенка. То есть, что ваш ребенок, по вашему же мнению, должен был вам дать, например, или что ребенок должен был сделать, что ребенок должен был изменить, чтобы вы, например, перестали ссориться, условно говоря. То есть, вкладывали ли вы какое-то значение в то, что у вас есть ребенок? Вкладывали ли вы какое-то значение в это? То есть, была ли у вас такая вот мысль, что ребенок вам там для чего-то нужен, например. А если да, если это действительно так и было, то, к сожалению, это ошибка. Потому что ребенок – это естественная форма развития отношений двух людей. Это как бы результат их взаимной любви, взаимных чувств и так далее. И если вы ребенка воспринимали как средство для достижения каких-то своих целей, то это не действует хорошо. И, к сожалению, дети сейчас отчасти страдают именно по причине неправильного их позиционирования. У вас с мужем ссоры? У вас с мужем ссоры. И вы, ссорясь с ним, по какой-то причине, ну, по какой-то одной ведомой вам причине, вы, тем не менее, заводите ребенка. Зачем? Что вы в это вкладываете? Это точно нужно понять. В данном случае это очень важно для понимания вашей ситуации. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент, где вы пишите о том, что ребенка, когда вы родили, значит, так, секундочку. По сложившимся обстоятельствам, она с ребенком была 9 месяцев, мы рядом не были. Ага, вот не очень понятен смысл этой вашей фразы. Что она? Может быть, вы хотели написать, что вы были одна с ребенком 9 месяцев. По сложившимся обстоятельствам. Если вы были одна, и по сложившимся обстоятельствам случилось так, что мужа рядом с вами не было, например, то считали ли вы, что эти обстоятельства, по которым его нет, являлись убедительными, являлись правомерными, являлись достаточными для того, чтобы действительно его не было вкладов. Вы пишите, из-за этого очень много переживала и накручивала. Из-за чего переживали, что накручивали, почему и по какой причине. То есть, судя по всему, у вас не было доверия к вашему мужу. Интересно знать почему. Далее, потом увиделись, но отношения стали еще хуже, постоянные слезы. Опять-таки, непонятно. Вы увиделись, и что произошло? Почему отношения стали еще хуже? Непонятно. Мне кажется, я его не слышу, а он меня. Ну, вот это вот очень правильная мысль. Вы его не слышите. Понятно? Вопрос в том, если вы понимаете, что не слышите своего мужа, что очень хорошо. Потому что, ну, на самом деле, мало кто, кто из людей, по крайней мере, вот в моей практике, отдает себе отчет в том, что он действительно не слышит другого человека. То есть, то, что вы делаете акцент на этом, вам, безусловно, в плюс. Значит, вы говорите о том, что вы не слышите мужа. Вопрос вам. Вы старались делать что-то, чтобы его слышать? Это вот очень важный момент. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, если вы говорите, что человека вы не слышите, то, соответственно, можно сделать предположение, что для вас, ну, у вас, точнее, есть достаточно четкое понимание того, что вы делаете не так. И если у вас это понимание есть, то давайте тогда попробуем понять, а что же нужно для того, чтобы вы его услышали? Как проявляется вот это вот, вот это вот ваш, ну, условно говоря, процесс слышания его. Это очень важный момент. Далее вы пишете, что у вас была, у вас началась вторая беременность. Здесь, собственно, вопрос вам будет такой же, что и при разборе первой беременности. То есть, собственно, ну, почему, если у вас с людям не все в порядке, зачем вы, ради чего, для чего вы соглашаетесь на еще одну беременность, почему вы решаете оставить ребенка и так далее, если он явно не счастлив с вами. То есть, если вы постоянно с мужчиной ссоритесь, то что вас заставляет, как бы, заново, как бы, ну, беременеть, почему вы беременеете, почему вы не думаете о ребенке, чем это обусловлено. Вот, если честно, данное, данное мне вообще не понятно. То есть, такое ощущение, что вы чего-то ждете от ребенка. Первого вы ждали, и вы этого не получили. Теперь второй ребенок, и вы тоже от него чего-то сделали. Ну, вы от ребенка тоже чего-то хотели, второго, но просто ничего не получилось. Вот, собственно, и интересно у вас спросить, а что же вы ждали в итоге-то от детей? Для чего вы все-таки забеременели второй раз? Что вас подвигло, наверное? Давайте попробуем ответить на этот вопрос вместе с вами. Дальше. Теперь следующее, что вы пишете, это то, что роды были вместе в этот раз, но стали будто чужими людьми. Что же, вы описываете достаточно мало и скупо то, что между вами происходит. То есть, стали чужими людьми. Хорошо. Допустим, вы становитесь чужими людьми, но чем это обусловлено? Почему? Почему ребенок вас не сблизил? Шли ли вы на уступки? Как вы решались в своих своих нагласиях? Были ли какие-то у вас, значит, ну, моменты, связанные с пониманием друг друга? Отдыхали ли вы? Чувствовали ли вы себя помощью? Чувствовали ли вы, что, там, ну, как-то вот, являетесь для своего мужа именно женщиной любимой или нет? И так далее. На эти вопросы нет ответов. Далее. Прошло 6 лет. Постоянные ссоры, примирение. Мы оба страдаем в ссор. Если вы оба страдаете ссор, тем не менее, ссоритесь, то возникает, как бы, вопрос. Ага. Для чего вам эти ссоры? Что вы получаете для себя, каждый из вас, через эти ссоры? Потому что, если бы, если бы, вам это было бы, например, не выгодно, то вы бы не ссорились. А так, простите, получается, что вам это, ну, что-то дает. И вот, что дает, ну, не разбираться. Потому что, ну, не очень. Пока, вообще, понятно, собственно, чем обусловлено такое ваше поведение, как со стороны вас, так и со стороны мужа. А дальше, значит, кстати, вы пишите, что месяц пришлось, месяц назад, из одного города вы переехали к родителям. А почему мы переехали? А почему мы согласились на переезд? Ну, а далее все понятно. Надо браться на одном месте, плюс наши неурядные смузины, и в итоге у вас своего рода депрессивное состояние. То есть, здесь вряд ли можно сказать, что вы, ну, как-то, как-то повели себя неправильно, или что-то в этом роде. Ваша реакция, она, скажем, нормальная в данном случае, на новом месте всегда тяжело обустраиваться в любом случае. А уж, что говорить, если, ну, что говорить про ваш, про ваш случай, ведь вы, если я, ну, как правильно вас понял, у вас что-то такова, что у вас с мужем-то не все в порядке, и где, откуда взяться здесь по-веческому какому-то мышлению. Отсюда ваши головные боли, постоянное напряжение, отсутствие шерсти, и так далее, и так далее. Вы думаете о детях, пишите вы, и, в общем-то, вы знаете, я верю вам, верю в то, что вы действительно думаете о том, что вы беспокоитесь о детях. Но, правда, в том, что дети для вас, это, ну, конечно, важный момент, но важно не настолько, что, чтобы останавливал от рождения и от беременности. Идет на баланс от мужем, у вас не все гладко. И поэтому хочется вам для начала сказать, что, наверное, вам придется действительно искать своего специалиста, действительно прорабатывать сначала все ваши отношения, возможно работать с вашим мужем, возможно анализировать ваше детство, откуда, собственно, пошла такая модель поведения, да, то есть терпеть ссоры, терпеть, там, какие-то оскорбления, терпеть конфликты, неумение защищать свои интересы и прочее. Вот это все с вами нужно разбирать. Потому что, ну, вот так, вот так, если бы не продолжалось, то дети будут страдать с первого стритча, а вы во вторую, мой стресс. И, на самом деле, никому из этого не будет хорошо. Так что, если у вас есть желание свою ситуацию исправить, то выберите эксперта на нашем ресурсе и начинайте с экспертом полноценный цикл консультаций по разбору каждых аспектов вашей жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.